Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет немножко юмористическая передача как на Анапу повлияли санкции. Спросите, какие санкции, какая Анапа, то это че, мы говорим, мировой масштаб, там на всю Россию вся страна терпелит. Короче, ребята, рассказываю все сначала. Мои подписчики начали мне набирать и звонить, говорить, Юрий, так и так, в Анапе открыли новый пешеходный переход, я думаю, ну радостная новость, говорят, ну нет, беда, не работают лифты. Для маломобильных граждан перекрыли вот здесь возможность перехода через дорогу и это стало прям большущей проблемой, так как ближайшие в ту сторону находятся в районе гипермаркета Магнит, а в ту сторону на пересечении, где Шевченко, у нас уходят вверх в городе. И я такой думаю, ну как же так, не может же быть такого. Ну и ребятам говорю, ребят, ну так хочется позитива в этой жизни, уже надоел этот негатив, блин, ну не знаю, снимем видео, чем это поможет, не поможет. Ну, пришли позитивные удовольствия. В Анапе закрыли надземный пешеходный переход, убрали вот эту вороцца, через которую, ну их завалили, людей не пускали, чтобы они через трассу ходили. И люди дальше спокойно ходят через трассу. У нас уже водители, многие привыкли, что здесь нет пешеходного перехода. И разметка уже стоит как бы печально, но знак пешеходный переход поставили, стоит с той стороны. Это значит, что водители уступать должны. В общем, вот такая ситуация. Ребят, чтобы вы понимали, этот пешеходный переход надземный должен был работать еще полгода назад. Мне интересно, почему прокуратура в Анапе не интересуется такими вещами, как так, да? То есть по всем выделенным средствам это все должно было быть куплено еще год назад, до введения всех этих санкций, каких-то проблем. И почему получилось так, что ничего не получилось? Пишите в комментариях, пандус хотя бы сделайте, чтобы можно было заезжать как-то там из российских материалов и запустить. Потому что, ну действительно, начинание это хорошее, стройка это классно. И причем это строилось еще на какие-то там средства курортного сбора или там с Платона. Ну, в любом случае, то есть на те деньги, которые мы с вами платили, то есть скинули, получается, даже не администрацию, а нас с вами. Хотя могу ошибаться. В общем, пишите, ребята, вот так вот выглядит сейчас наше чудо-дивное, надземный пешеходный переход в Анапе, который закрыли. Просто фантастика. Ну вот реально, не придумаешь нарочно таких вот историй, да? Потому что может такое вообще случиться, но оно происходит и происходит почему-то в нашей жизни, в российской. Ну, тем самым большой вопрос, кто виноват и кого за это накажет. Вот те самые лифты. Не знаю, есть ли там что-то внутри, по крайней мере, указатели есть, а вот сам лифт, походу, не заехал. Интересно, это сколько миллионов рублей осел у кого-то в карманах и сколько людей должны, как говорится, понести за это наказание. Мы, честно, этого очень ждем. То есть, если вы мне не верите, что пешеходный переход в Анапе закрылся, вот вам, пожалуйста, наглядный пример. Ни никаких оповещений, ничего. Деньги вложены, краска уже работает, все обглупляется, но нами с вами не используется. Выглядит довольно-таки симпатично и красиво. Круто, да? Угадо.